Оранжево-жёлтый бум. В такой тематике пройдёт творческая мастерская художников «Арт-поляна». Здесь жители города смогут писать свои полотна рядом с уже признанными мастерами. Специально для творческой встречи оформят художественную поляну, которая поможет создать тему и настроение будущих работ. Помимо изобразительного искусства, неотъемлемой составляющей встречи будет общение. Творческое общение. Люди, которые приходят, у них очень много вопросов по поводу того, как сделать нужный цвет, как поставить нужный свет, как лучше изобразить то, что не получается, например, у того, кто самостоятельно как-то развивается. Такой проект в городе проводят впервые. Но в будущем подобные встречи планируют проводить два раза в месяц. Посетить мероприятие могут все желающие старше 16 лет по предварительной записи по номерам 94426-94417. Арт-поляна пройдет в Мбиц на Московской, 11, в культурную субботу в 14.00. Не секрет, что многие сидят дома, рисуют, что-то творят, что-то делают, но как бы не видят своих единомышленников. Мы их пригласим в эту субботу, чтобы они, все, кто желает, пришли, познакомились с людьми, которые также увлечены творчеством. С 11 часов для юных саровчан здесь будет работать игротека «Субботник», где для ребят приготовили интеллектуальные настольные игры. Мастер-классы, игры, выставки, экскурсии, творческие площадки будут работать с 11 часов по всему городу. Музей народной игрушки приготовил для саровчан выставку «Уронила мишку на пол», в которой расскажут об играх и игрушках советского периода. В Центральной городской библиотеке будет открыто много познавательных площадок, которые будут рассказывать о художественных промыслах Нижегородской области. Это «Хохлома», «Полхмайдан», «Городецкая роспись». В городской художественной галерее продолжит экспонироваться выставка, посвященная 330-летию нашего города под названием «Четыре сезона». Завершит культурную субботу танцевальная ретро-программа под открытым небом «Музыка с пластинки», которая пройдет в 18.00 в парке имени Зернова. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.